Привет! Приветик! Как ты поживаешь? Как у тебя дела? У меня всё по-прежнему. Я по-прежнему очень-очень рада видеть тебя. И я по-прежнему скучаю по тебе, когда не вижусь с тобой. Как твоё здоровье? Как твоё самочувствие? Иногда голова от начала болезнь. Временами очень сильно. Это неприятно. Это очень неприятно. Но, ты знаешь, у меня есть несколько очень-очень хороших методов, которые сейчас тебе помогут расслабиться. Я знаю, что ты хочешь расслабиться. Я знаю, что тебе хочется уснуть. Что тебе хочется ощутить мурашки. Я знаю, зачем на самом деле ты тут. И в дальнейшем эти методы ты сможешь использовать для того, чтобы избавляться от боли в голове. Есть разные методы. И массаж тоже будет. Я знаю, что ты любишь массаж личик, головой. Но сегодня будет несколько полезных секретиков, как избавиться от головной боли. И они же помогут тебе очень-очень хорошо расслабиться. Ну что ж, первый очень-очень легкий способ это угоститься аскорбинкой. Аскорбинкой. Сладенькой, сладенькой, сладенькой. Аскорбиночкой. Или если нет по-другой аскорбинки, то можно взять леденец. Какую-нибудь, ну лучше всего аскорбинку. Лучше всего аскорбинку. Или засательную конфетку. Ну что, будешь? Так, держи аскорбиночку. Сейчас я посмотрю. Оно с клубничным вкусом. Ну, это моя любимая. Я пробовала еще апельсиновую и лимонную. Лимонная самая кислая. А вот клубничная, клубничка, клубничка, клубничка. Это просто кайф. Тебе нравится? Клубничная аскорбиночка. Пока ты получаешь удовольствие от клубничной аскорбинки, я тебе немного расслаблю звуками. А потом мы перейдем к следующим методам расслабления и способам избавиться от головной боли. Первое понятие. Или конфеткой, или аскорбинкой. Спокойно рассасывать. Не оживать. Не кусать. Не грызть. Спокойненько, спокойненько. А пока звуки. Подготовила несколько для тебя приятно звучащих штучек. Никогда не догадаешься, что это такое у меня в руках. Такое маленькое. Маленькое-маленькое, но удобное для таппинга. Ладно, я открою тебе тайну, что это такое. Это такая вот шапочка, в которой раньше была помада для губ. Вот помада закончилась. И я чуть было не выбросила шапочку. Но когда я взяла ее в руки, сразу же поняла, для чего она мне еще пригодится. Для чего она мне пригодится. У меня, кстати, две таких шайбочки. Вот они. Две помады закончилось. Аж целых две помады. Вымазала. Понакрасила. Ну что, там у тебя уже оскорбинка закончилась? Какой-то вкусненько было. Не забывай, что если вдруг начнём болеть голова, то первым делом нужно рассосать аскорбинку. Аскорбинка, витаминка. Следующий способ это ароматное эфирное масло. Есть несколько запахов, которые способны помочь избавиться от головной боли. Это запах мяты. Это запах лаванды. И запах цитрусовых. То есть апельсин, грейпфрукт, лимон. Это запахи, они достаточно резкие. Но при этом они оказывают очень-очень-очень хорошее воздействие на человека. И помогают избавиться от головной боли. Сейчас я не буду тебе говорить, какую маселку я буду использовать. Попробуешь гадать по запаху? Я специально отвернула тебя в лакончик, чтобы тебе не видно было название. Чтобы на тебя не получалось подсмотреть. Любопытства, нет предела. Но аромат классный. И действительно очень-очень-очень хорошо помогает от головной боли. О, тут я заметила, что подпечка отклеивается. Липкие звуки ведь никто не отменял в нашей с тобой встрече. Липкие звуки. Эки-эки. Ура-эки так-то с друзьями знакомится и поиску им это cure есть. Еще с друзьями, мы послужи-очень selection. С entreнаем. Тебе даже если захочется прочитать название этого масла, не получится. Не получится. У нас остался голенький флакон. Но я уверена, что ты угадаешь этот запах. Легко. Так, ну что ж. Ну что? Какой приятный аромат. Понимаешь? Да, да, да. Правильно. Это запах грибрукта. Попробуем глубоко вдохнуть этот аромат. Здорово. Здорово-здорово. Здорово-здорово. Еще для того, чтобы избавиться от головной боли. Это очень-очень хорошо помогает воображение. Ну например, можно представить, что вокруг головы такой вот достаточно плотный, достаточно тугой пояс, который сжимает, сжимает, сжимает голову. И от этого и, собственно, возникает головная боль. И можно представить, вообразить, как постепенно этот пояс ослабевает. У него поломалась застежка. И он больше не сможет, больше не сможет сдерживать твою голову. Он больше не сможет причинять тебе боль. И постепенно этот пояс сжимающий, пояс неприятный, колючий, тугой, он просто исчезает, становится невидимым, растворяется и превращается в пух, в перышки. Такие-то мягкие-мягкие-мягкие перышки. И вместо пояса теперь вокруг твоей головы. Такие перышки-перышки-перышки-перышки-перышки. А ещё, а ещё мурашки-мурашки. Приятные-приятные мурашки-мурашки-мурашки. Много-много-много-много милых, замечательных мурашек. Конечно же, конечно же, мы не обойдёмся без массажа. Потому что, если болит голова, то массаж это очень надёжный, проверенный способ избавиться от головной боли. Сейчас я намажу ручки кремом. Так, вот он. И крем появился. Я твоя волшебница. Такс, и мы помажем, намажу ручки кремом. Для того, чтобы мои перекосновения были ещё более мягенькими. Более нежными. Нежными-нежными. Белоснежными. Так. Крепи. Хорошо, хорошо. Кремикушена моё handed over my hand. И сейчас я нежно, нежно-нежно тебя помассажирую, по тем точкам, которые больше всего помогают расслабиться, уснуть, избавиться от головной боли. Итак, первая точка это вот здесь, начиная от висков и переходя постепенно чуть-чуть в зону волосяного покрова. Давай сначала височки хорошенько промассирую. Височки, височки, височки. Твои замечательные, замечательные височки. С одной стороны, и со второй, и со второй стороны. Так вот аккуратно, аккуратно тебе промассирую. А теперь перейдем вот в эту вот зону. Голова не болеет. Головная боль от стопы. Ты так вкусно? Шик, т-ка-та-та-т-ка. Шик, т-ка-та-та-та. Шик, т-ка-та-та-та-та-та-та. Я вижу, что тебе приятно, нравится, когда вот так вот ходят по волосам, по яичку, прям такой вот кайф, приятный, приятный, мурашечек. Но есть ещё одна очень-очень-очень важная зона. Это вот здесь, вот в зоне третьего глаза, точка, которую я сейчас помассирую. Именно эту точку, чтобы у тебя не было никогда головной боли. Если вдруг она возникнет, а меня не будет рядом, то ты всегда можешь помассировать 20-30 секундочек и головная боль отступит. Я тебе обещаю. Это очень-очень надёжный, проверенный метод. Так, хорошо. Но это ещё не всё. Есть ещё две точки, две симметричные точки, которые находятся вот здесь, вот в начале. В начале проверим. Вот её я и промассирую теперь. О, ты ощущаешь, какие глазки расслабляются? Глазки, глазки расслабляются, отдыхают. Да-да, эти точки очень-очень влияют на глазки, на зрение. Поэтому неудивительно, что и головная боль успокаивается, и глазки тоже расслабляются. Ну что, теперь вот эта вот зона, вот эта вот зона, вот эти две точки. Теперь я промассирую одну, с одной стороны над кубкой у тебя. И со второй стороны. И со второй стороны. Да, ну, я смотрю, что теперь всё хорошо. Всё очень-очень хорошо. Я даже по твоему настроению вижу, что у тебя теперь хорошее настроение, и ты себя чувствуешь лучше. Но это ещё не всё, что у меня для тебя есть. Чуть-чуть приятных звуков напоследок. Я знаю, что ты любишь таппинг и липкие звуки. Это есть у меня сейчас. Такое необычное название у этого скотча. Он называется Добрый скотч. Впервые вижу. Впервые вижу. Интересно, в чём его доброта заключается? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук... Тук-тук-тук-тук... Тук-тук-тук-тук-тук... Тук-тук-тук-тук-тук... Смотрите продолжение в следующей части. 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 Я сейчас сама усну. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Смотрите продолжение в следующей части.